Три вещи надо понимать. Первое, внимание, технология. Технология формирования мышления изобилия. Первое, внимание, 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 надо осознавать, осознавать, что все то, что принесет деньги, это есть всего лишь конечный продукт мысли. Это мысль. Это что? Это не маркер, это мысль. Правильно? Это мысль. Вот это не камера, это мысль. Это не стуль, это мысль. Это не одежда, это мысль. Это конечный продукт мысли. Кто понял? Правую руку поймем, повторим за мной. Все то, что нас окружает. Одежда, которую мы носим. Продукты, которые мы кушаем. Дома, которыми живем. Лекарства, которыми пьем. Техники, которые мы используем. Это все. Это все. Это все. Когда-то. Когда-то. Были чьи-то мысли. Значит, первый секрет заключается в том, что изобилие формируется в нашем, где находится он. Именно понимать, что все то, что тебя окружает, это когда-то были чьи-то мысли. То есть, конечный продукт мысли. Значит, если ты хочешь денег, тебе надо работать вон тут. Правильно мыслить. Это первое, что надо делать. Первое, что надо понимать. Теперь, внимание, второе. Внимание, пожалуйста, внимание. Второе, внимание. Второе. Скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь у вас мысли закончились? Вот вообще ни одного мысля нету. Микроскопа месячный не найдешь. У кого из вас бывает дефицит мыслей? Вот вообще дефицит. Кризис мыслей. Наоборот. Это у вас сколько мыслей, что никогда не заканчивается? Согласны? Значит, она. Если конечный продукт мысли – это богатство, и у вас мысли не заканчиваются, мысль является сырье для этого богатства или нет? Получается, что это сырье никогда не заканчивается. Чем больше ты думаешь, она классная, странная вещь, больше, больше и лучше становится. Только с годами, с возрастом мысли у тебя более умнее становятся. Классно, да? Она еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Мысли никогда не заканчиваются. Тогда скажите мне, пожалуйста, богатства этого мира могут быть всегда вам доступны? Кто понял? Потому что мысль никогда не заканчивается. Она у тебя всегда доступна. Главное, просто сядь, думай. Только если не получается, учись этому. Не говори, что не могу, потому что ты уже допускал плохой мысль. Если ты говоришь, что не могу, твои мысли формируют цепочкой, чтобы у тебя не получилось. Не говори, что как это трудно, потому что твои мысли доказывают тебе, что действительно трудно. Но задавай себе такой вопрос. Как я это могу себе позволить? Твои мысли поможут тебе это сделать. Направление даешь ты сам. А реализуется любая мысль, которую ты допускаешь. Мозг не имеет фильтра. У него нет фильтра. Это хороший мысль, плохой мысль. Он реализует все то, что ты программа задаешь. Это как казан. Казан что бросает, что и наполняется. То же самое здесь. Фильтра нет. Ты сам должен направление дать. Направление должно быть созидательным. Чем созидательнее твоя мысль, тем больше у тебя энергия. Тем больше у тебя умственная энергия, которая реализует эту мысль быстрее. И притягивает тебе события, ситуации, людей, которые тебе поможут сама жизнь продвигаться. Я верю, что жизнь справедливая. Потому что она так есть, реально так есть. Просто нужно правильные вещи делать. Теперь значит, мысли что? Мысли? Изобилие они. Они никогда не заканчиваются. А теперь вопрос. Можно ли, чтобы деньги стал предметом изобилия? Цепочку кто понял? Цепочку кто понял? Как вы думаете, если вам завтра надо будет, чтобы реализовать свою идею, если этому парену нужно будет 10 миллионов долларов? Эй, иди сюда. Если ему нужно будет 10 миллионов долларов? А вопрос. Будет ли это проблема для него найти? Вопрос. 10 миллионов долларов, если ему надо найти? И вы знаете, если он понял, у него есть мысль, идея, как это делать, ему проблема будет эти деньги найти? Потому что не он найдет эти деньги, его план найдет. Вы понимаете? Вам надо позаботиться всего лишь о плане. Деньги сами появятся. Вы будьте в шоке, как это работает. Это действительно так. Все успешные люди, которые в этом мире, все успешные люди, которые в этом мире, они не от богатства, свой папа стали богатым или от дедушка. Их делал богатым их план, система. Всего лишь план. Видение. Одна мысль делят людей миллионерами. Одну мысль. Не всю работу, которую они делают. Возможно, из этого тренинга вы и не унесете все то, что я говорил. Но поверьте, одну мысль, которая вынесет делать вас, очень успешным. Это будет ничего. Значит, скрет, где находится? У тебя есть изобилие, а твоя изобилие ты сам. Вот она, твоя изобилие, вот она. Поработа надо с ним. Люди приходят мне говорят, ой, кризис. Значит, кризис, ты здесь. Потому что уже мысль, есть кризис? Она реализуется твоей жизнью. Ой, как сложно. Ой, как трудно. Ой, как кризис много. А жизнь говорит, на тебе кризис. Ты же хочешь кризис? На тебе, вот. Господин, на тебе. Ты же заказываешь? На тебе. А потом подряд кризисы. На тебе, вот. Оптом, пачками кризисов. И он сидит, говорит, да, так сложно, так трудно. Я хочу сказать, что люди неосознанно сами себе убеждают. Сами себе создадут жертву своей собственной судьбы. Люди, людям нравится быть жертвой. Им нравится. Странно, но это так. Они говорят, что я могу поделать, если мир такой? Что я могу поделать, если жизнь такая? Я же... Ну, ну, скажи, что делать? Я говорю, это твоя работа. Ты должен думать, что делать. Почему я должен тебе сказать? Скажи, что делать? Когда человек, когда человек действительно начинает себя загонять в жертву судьбы, он постоянно сидит, ждет. Он ждет какой-то чьей-то совете. Он ждет какой-то там, знаете, такой удобный случай. Я, как вот, вот знаете, внутри человека будут такой мысль. Вот скоро, скоро что-то изменится. Скоро я жду как раз вот, жду. Какое-то странное ожидание, уже 50 лет прошло, я жду. Вот такое странное... Это правда так. Ждет. Что-то происходит. Ну, ты... Он... А что ждать-то? Я не понимаю. Вот, вот, чего ждать. Начни. Думай. Думай, 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 думай. Снова думай, снова думай. Больше время выбирай думать. И ты увидишь, как это решать. Возьми ручкой бумагу, сядь, думай на бумаге. Думай на бумаге. Принесят в голове бумаги все то, что думаешь. И ты увидишь, как это реализуется. Ты вбрасывай их на бумаги. Вбрасывай. Эта способность растет. Колоссальная вещь, ребята. Кто из вас сейчас мне правильно понял? Если вам нужно даже 100 миллионов долларов, вы его найдете. И вы решаете эту задачу, если вы правильно подходите к этому. Дело не в деньгах. Как вы думаете, в мире мало денег? Значит, если их у нас нету, значит, с нами проблема. Правда? Не в деньгах проблема. Не, не, сами подумайте. В мире мало денег? Кто-то же их управляет вот так миллионами. Значит, если что-то не так, значит, со мной не так. Вспомните в начале нашего тренинга, я сказал, значит, я маленький человек, я сказал. Да? Да. Разрешайте себе думать о крупном. Разрешайте. Позвольте себе думать о крупном. Позвольте себе мечтать о крупном. Внимание. Третье. Я буду сейчас пошагово, пошагово пойти. Это четкая технология, ребята. Следующая вещь. Значит, поток проходящих денег в моей жизни, внимание, поток проходящих денег в моей жизни, она пропорциональна, что отдаю я миру. Согласны? Или нет? Я продаю обувь. Чем больше обувь я обуваю, чем больше количества людям нравится мой обувь, тем больше денег придет ко мне. Поток поступающих денег в моем организации или ко мне в моей жизни, она равномерна, пропорциональна потокам исходящих, что я отдаю миру. Да? Например, я кафе держу, кормлю людей едой. Чем больше количества людей я кормлю, больше количества людям нравится моя еда, чем больше, как сказать, принесу им приятное, они друг друга говорят, больше и больше приходят. То есть получается, что я получаю деньги не потому, что у меня есть столовая или ресторан, только потому, что я больше количества людей кормлю. Так? Почему iPhone богат? Потому что больше количества людей его телефон используют. Почему Microsoft богат? Потому что больше количества людей его что? Программы используют. Почему? Потому что они больше количества людям смогли отдавать то, что люди нуждались. Значит, значит, внимание, барьера, которая в сознании людей сидит, почему у них деньги не появляются в изобилии, заключается в том что они только думает как больше зарабатывать но не думал что отдавать миру и большинство людей хотят брата в жизни они как ты мне отдай потом я когда-нибудь вич у него сделаю они пытаются от жизни много хватает жадности люди развиваются таким образом надо отдавать миру а не забирать внимание послушайте внимательно правую руку поднимем повторим за мной нас делят богатым то что мы отдаем то что мы отдаем то что мы отдаем а не то что берем поверните к соседу держите за руку ти понял господин поняла госпожа держи держу это золотая нас делят богатым то что мы отдаем а не то что берем получается получается надо думать как много отдавать а не то что забирать постоянно думать как бы брат как бы брат как бы нет много отдавать значит с этого дня с этого дня внимание внимание а теперь что отдавать я приду что-то кому-то что-то отдаю а что давать не знаю что отдавать внимание как внимание 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 послушайте пожалуйста внимание как создавать ценность и эту ценность который поможет людям большим людям преподнести как создавать ценность для своих людей которые потребляют твою услугу или твою продукцию чем больше ценности ты создаешь и отдаешь эту ценность тем больше ты зарабатываешь секрет успеха мысли безграничны внимание 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 мысли безграничны но много люди эти мысли используют на капризе навесные отношения на недовольство жизни как им трудно эти мысли они туда направляют а на самом деле эти мысли они живёте били направляя на созидание с п 2021 значит здесь что мы делаем созидание что цен создавать много ценност направляя свои мысли на создание с ценностей у тебя же их не заканчивается они же безграничны как вот тебе денег нет все думай какую сель не создавала вся думая как все вместе создаваться Думай, как ценности создавать. Четвертое. Надо понимать, что мы, нас делят богатым то, что мы отдаем. Значит, больше количественным людям отдавай эту ценность. Все. И ты миллионер, и ты миллиардер. Мысли не заканчиваются. Значит, качество мысли нам нужно. Качество мысли от чего зависит? Направление мысли. Направляй его на создание ценности. Создавай много ценностей. Думай, что можно делать лучше. Думай, что можно делать хорошо. Думай, что не хватает людям. Какие проблемы люди решат. Как позаботиться о них лучше. Думай, как совершенствовать свою услугу. Совершенствовать свою продукцию. Создавай ценность. Чем больше ценности ты создаешь, тем больше ты будешь привлекательным. А потом эту ценность обеспечь большее количество людям. Продолжение следует. Продолжение следует...